Порядок прохождения единого госэкзамена, процедура выдачи аттестатов, нужное количество баллов для поступления в высшие учебные заведения. Ответы на эти и другие вопросы поднимали в Миноборнауке региона на встрече с родителями выпускников. Уже завтра они будут сдавать первые экзамены. Зампредседателя правительства, министр образования региона Сетбокова отметила, что в этом году ЕГЭ будут принимать в 10 пунктах. На ЕГЭ заявлены 2847 участников, это выпускники текущего года, прошлых лет, СУЗов и те, кто захотел пересдать по тем или иным причинам. Министр также рассказала и о нововведениях, которые появятся в пунктах для детей с ОВЗ. Для них предусмотрят кабинеты на первом этаже, в частности для детей с сахарным диабетом будет открыт пищеблок. А время сдачи экзамена увеличат на полтора часа. У родителей возникали вопросы по порядку проведения, по определенным вопросам по правам ребенка, соответственно, участника ЕГЭ. Также озвучивались вопросы по завершению уже этапа, основного по целевым местам. У родителей были вопросы, каким образом, где можно найти информацию, которая была доведена до родительского комитета. Практически очень доступный сайт Министерства образования. В разделе объявлений уже после 10-го будет понимание тех направлений, которые мы можем обеспечить, сопроводить наших выпускников. О мерах безопасности и прозрачности сдачи на экзамене родителям напомнил и сенатор Мухарбек Барахоев, он же председатель Государственной экзаменационной комиссии. На пунктах будут присутствовать федеральные наблюдатели. Кабинеты оборудуют камерами видеонаблюдения. При пронесении шпаргалки или телефона работа сдающего будет аннулирована. Нам было очень важно донести до них, в том числе и основные моменты, основной порядок сдачи ЕГЭ. Ну и попросить их, чтобы они тоже отнеслись с пониманием, что вот эта кампания, вот это испытание, оно не содержит каких-то сверхсложностей, и чтобы они, вот это волнение родителей не передалось детям, и чтобы дети могли спокойно показать свои знания с тем, чтобы получить хорошие баллы и затем выбрать профессию себе, поступить выше, чем на заведении нашей страны.